Вы на канале Таро Энджел Планет. Давайте посмотрим на раскладе, что неизбежно, а что можно и нужно избежать в нашей жизни. Неизбежно. Наша ноша, наша жизнь, она такая, какая есть. Есть элемент фатальности, есть элемент неизбежности, есть элемент того, что неизбежно нас люди будут зеркалить, будут показывать нам наши ошибки, будут указывать. И все это лишь для того, чтобы нас улучшить. Природа нам будет возвращать и зеркалить наше отношение к природе, другой человек будет зеркалить нам наше же негативное состояние. Но если вам вдруг и позитивное состояние зеркалит, не все так уж и плохо, обратите на это внимание. И самообман неизбежен. Игры разума, внутренние разговоры в этом самообмане неизбежны. Но что же тогда хорошего? Что и как и над чем работать? В этой фатальности наши ноши и высшие силы помогут. Мы можем изменить нашу жизнь, лишь обратившись к Богу через силу намерения и попросить помощи в том, чтобы эти силы дали нам для изменения нашей кармы и нашей жизни. Как бы ни была тяжела наша жизнь, высшие силы помогут нести им. Вот тут обратите внимание, тут даже птички, посланные высшими силами, помогают нести эту ношу. Здесь инициализация и манифестация жизни, жизненного огня, жизненной силы. Позволить волшебству быть единороги, вымершие. Но это не значит, что мы не можем их реализовывать. Что же мы еще можем сделать? Разрушить старые стереотипы, старые принципы, уйти из дурдома. Позволить себе жить, начать жить по-другому прямо сейчас. Никогда не поздно. Изменить, развернуть, повернуть свою жизнь в совершенно другую сторону. Сбросить из головы тех-тех демонов, которые разрушают нашу жизнь. Лучше их сбросить, чем они вас сбросят. Что же мы еще можем сделать? Выбраться из тюрьмы собственного разума. И выбраться из тех ограничений, которые мы сами себе наставили. А может быть и не сами. Общество. Такая гипнотизация сознания произошла. Что в семье, что в обществе. Все это поколениями накручивается. И заключает нас в некого рода тюрьму. Отсюда мы точно можем выбраться. Естественно, это все в пределах разумного. Естественно, все должно быть экологично. Не до сумасшествия, что называется. Мы все это делаем. Поэтому даже неизбежные вещи получаются, что избежны. И над любой ситуацией мы можем работать. Как бы больно и тяжело не было. Тяжело будет отрубаться, отказываться от старых привычек. Будет некомфортно. Будет ломать. Будет плохо. Возможно, разрушение в жизни. Переформирование этой жизни. Особенно через божественное провидение. Может эмоционально тяжело проживаться. Но потом, спустя какое-то время, вы поблагодарите Вселенную и Всевышнего за этот урок, за этот опыт. Возможно, сядете в медитацию. Займетесь собой. Не будет ни верха, ни низа. Будет одно божественное осознание. Ставь лайк. Подписывайся. В комментариях пиши. Принимаю с благодарностью. А я жду тебя на личных раскладах, консультациях. Ссылка в шапке профиля на WhatsApp.